Всем привет! У микрофона Амортис, и это обзоры мобильных игр от Mob.ua. Сегодня нам предстоит ухаживать за коровами, сражаться с монстрами, бегать по городу будущего, собрать цветные кубики в ряд, побыть супергероем и полетать в космосе. Первая игра называется Farmville 2, и это именно то, о чем ты подумал. Ферма. Довольно веселая. По рейтингам, первая часть игры считается чуть ли не лучшей фермой в мире, и возможно так и есть, а значит и вторая хороша. Однако, говорить о ней мы не будем, потому что ну сколько можно? Этих ферм целая орда, и все в принципе похожи друг на друга. Вопрос только в качестве, и здесь качество на высоте. Так что, если ты поклонник мобильного фермерства, то это для тебя. Кстати, здесь не нужно подключения к интернету. Следующий. Следующий это Kingdom and Dragons. Жанр игры, экшен-рпг, хотя вообще-то больше напоминает слэшер. Ну то есть, динамично рубишь, расстреливаешь или сжигаешь толпы врагов, боссов и вообще всех, кто ведет себя некультурно. Рубишь, расстреливаешь или сжигаешь ты их, в зависимости от выбранного класса персонажей, которых кстати три. Кто бы мог подумать, но это воин, лучник и маг. Как оригинально. Это творение японских разработчиков, и это оставило свой след. Анимешная рисовка, большие мечи и няшка колдунья. Что интересно, в игре есть элемент строительства. Изначально у нас есть убогая деревушка, и нам предстоит прокачать ее до полноценного населенного пункта. Третья игра на сегодня называется RunBot. Это, да, это раннер про робота. Весь дизайн выполнен в футуристическом стиле. Кроме того, присутствуют довольно большие открытые пространства, что в сочетании с хорошей графикой даже слегка впечатляет. В целом же, идея раннера осталась здесь в своем первозданном виде. Персонаж бежит вперед, собирая по пути штуки. Обычно это монеты, но на этот раз какие-то непонятные фиговины, но суть в общем-то та же. Во время забегов встречаются препятствия, которые надо оббегать и перепрыгивать, карабкаться, облетать и так далее. А в промежутках между забегами можно улучшать робота. Раннер в принципе красивый и играбельный. Далее давай рассмотрим игру Cubis Addictive Puzzler. Это по сути пазл, в котором надо собрать три и более одноцветных кубика подряд, чтобы они исчезли. Но в отличие от большинства таких игр, это трехмерное. И кубики здесь навалены слоями, так что не обязательно собирать три в ряд. Можно два сверху и один снизу. Есть еще всякие взрывалки и другие бонусы. И все это выполнено в каком-то наркоманском стиле. Игровое поле расположено то на спине слона, то у кого-то во рту. Задний фон тоже очень забавно колбасит, и в целом игра имеет какую-то свою атмосферу. Kirish 3 The Game так называется наша следующая игра. Это раннер, но ощущается он почему-то как платформер. Играть предстоит за одного из четырех супергероев, ну и основная цель, конечно, борьба со злом. В нашем арсенале имеются сюрикены, замораживающие бомбы и прочие супергеройские гаджеты. Кроме того, у каждого персонажа есть и свои способности. Проходить игру можно как в одиночку, так и в кооперативе. В принципе, довольно весело. Последняя на сегодня игра называется «Звездные странники». И если кто-то из зрителей достаточно стар, чтобы помнить космических рейнджеров, то вот это чем-то на них похоже. У тебя есть корабль, а вокруг большой неведомый космос, с разными расами, заданиями и врагами. Как себя вести и что делать зависит от игрока. Можно дружить с одними и слать на три буквы других, можно прокачивать персонажей свой корабль, можно добывать минералы и собирать космический мусор. Короче говоря, вариантов много. Бои, кстати, пошаговые, несмотря на то, что все остальное как бы реалтайм. К тому же присутствует здесь и сюжет. Так что я не вижу ни одной причины, почему бы не играть в эту игру с удовольствием. На сегодня у нас все. Подписывайся, комментируй и ставь лайки. С тобой были Федор Амортис, Николай Подгурский и обзоры от Mob.ua. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»!